Доброе утро, мои дорогие! Так, начало дня. И сегодня у меня такая мысль, не у меня, а у моего мужа Саши, мысль возник, говорит, Ау, приготовь хлеб, как ты готовишь. Ну, не хлеб кирпичком, а батон, вкусный батон. Это тоже интересная тема. И без всякой хлебопечи, то есть и на праздники, и на будний день можно приготовить такой хлеб. Поэтому, пользуясь случаем, мы сегодня с вами приготовим нарезные батоны. Все, пойдемте. Погода ужасная. Вчера в 8 часов ехала туда и обратно. Посмотрите, все тает, воды куча, снег пропадает, мороза нету. Конечно, печально. То маленький мороз был и хорошо, а так, собственно, не очень хорошая погода. Саша, уже здравствуйте, доброе утро. Привет. Привет. Так, ну что, идем. Будем готовить сейчас хлебушек. Зато тепло на улице и вообще хорошо. Сейчас я буду готовить ингредиенты, которые нам необходимы. Для приготовления хлеба, вернее, у нас не батон, а мы сегодня сделаем хлеб из луком. Это очень вкусно. То есть, я буду использовать начинку лука, вы можете и маслины, и зелень, то есть, все, что у вас есть. Значит, много я готовить не буду, я на полпорции. Значит, что понадобится. Вообще, можно взять стакан молока, но я взяла полстакана молока и полстакана теплой воды, разбавила. Вы можете прямо на воде делать, на сыворотке, на кефире. То есть, берем стакан 250 миллилитров жидкости, затем дрожжей 25 граммов, ну, яйцо для смазки, пока мы не будем брать, растительное масло, вот оно, 50 миллилитров, соли 10 граммов, сахара столовую ложку и муки 500 граммов. Это то, что необходимо для теста. Значит, прежде всего, что я выливаю сюда молоко с водой. Так, и сейчас буду сюда крошить дрожжи. Здесь пачка у нас вот плюс 15 граммов, 42 грамма, то есть 52 грамма. Половиночку вот пачки этой. Еще чуть-чуть, вот так, вот. Крошу сюда молочко. Молочко у нас тепленькое. Можете просто воду использовать, но благодаря, что вы возьмете что-нибудь такое пожирнее, например, молочко, у вас хлеб не будет так чистить. Дальше, добавим сюда прямо сразу, чтобы дрожжи начали работать, вот столовую ложку без горки сахара. Перемешиваем. Вы можете немножечко, если сомневаетесь в дрожжах, что дрожжи, например, у вас в холодильнике давно лежали. У меня дрожжи свежие. Я их недавно купила. И потом, смотрите, вот добрый знак. Этот знак ставит наш телеканал СТБ. Это не значит, что просто реклама зарабатывает канал на этом деньги. Для того, чтобы продукция получила этот знак, необходимо, извините, заключение европейской лаборатории. И это действительно все правдоподобно. Разница в цене, ну там буквально копейки. Но это действительно проверенный продукт. Я не то, что я на СТБ работаю, просто я действительно доверяю этому знаку и покупаю только с этим знаком. Вот, пожалуйста. Значит, дрожжи у меня качественные, поэтому я не переживаю, что они у меня не взойдут. Если вы переживаете, оставьте минут на 10 в тепле, пусть дрожжи постоят, только шапочка начнет подниматься, значит, все, дрожжи хорошие, вы можете замешивать тесто. Так, но я сейчас хочу прямо безопарно замесить тесто, оставить теплее, пусть оно себе ходит. Так, я добавляю сюда растительное масло 50 мл. Вы можете использовать растительно-сливочную смесь, тоже есть неплохая, с таким же торговым знаком, хорошо работает. Если вы добавляете растительное масло, изделие у вас на второй день будет мягеньким, потому что сливочное масло, все-таки эта сдоба дает рыхлость, но она будет более сухая, поэтому добавляем растительное масло. Дальше мы сейчас посолим. Я возьму обычную соль, где-то чайную ложечку. Чайную ложку соли. Как обычно, когда делают опару, соль не добавляют, потому что соль может немножко тормозить всхожесть дрожжей. Теперь беру сито и полкилограмма муки. Сейчас мы будем добавлять. Я взвесила муку. Видите, какие крупиночки? Хотя она у меня просеяна в коробке стоит. Но так. Так. Сейчас мы замесим. И сейчас вот жидкое можно попробовать. Мы добавили чайную ложечку соли. Сейчас вот мы начнем вымешивать. И можно попробовать уже на соль. Какое наше изделие будет. Сейчас замесим тесто мягенько и поставим, пусть оно немножко у нас походит. Смотрите, мы сейчас замешиваем тесто. Это мой личный эксперимент. Это так делаем, когда у нас хлеб с начинкой. Не то, что рулетом заворачиваем, а чтобы крапления начинки попадались в тесте. Мы замешиваем вот такую крошечку, вот как эта. Видите, то есть сюда еще можно будет добавить начинку. Потому что если вы уже замесите полностью тесто, тогда тяжело бы, это не изюм. А, например, лук. Лук обжаренный, он мягкий. И трудно будет вмешивать его в эту начинку. То есть в массу мучную. Поэтому, смотрите, замесили. Вот такую крошку чем-то похожа на песочку. Так, вот замесили. И вот так вот оставляем. Пусть походит минут 30. А за это время, пока у нас тесто будет ходить, мы должны приготовить начинку. Так, вот я так вот накрываю тесто, подвигаю муку. Здесь тепленько. Пусть стоит, тесто подходит. А мы будем готовить начинку. Ну что, берем тесто, которое у нас поставило. Смотрите, какое оно уже. Видите, какое оно стало? Вот оно, видите, такое. Мы же его еще не вымесили, но оно такое воздушное стало. Так, теперь я беру лук. Смотрите, заранее я взяла одну луковицу, обжарила, вот просто она стала такая мягенькая. Посолила чуть-чуть, немножко перчика черного и все. Так, лук у нас остыл. Ну, такой тепленький чуть-чуть. Высыпаю сюда к тесту. Ну, не горячий, чтобы не заварить дрожжи. Так. И теперь начинаем вмешивать этот лук в муку. У нас уже по консистенции тесто хорошее. Так. Сейчас немножко муки сюда на стол. Да, давай. Так. И теперь выкладываем это все. Выбираем сюда лук. Я люблю, когда лук такими кусочками большими. Вы можете нарезать мелко. Так. И теперь начинаем вмешивать. Вот она тут соединиться у нас. Вот таким образом у нас лук везде будет, по всему хлебу, наверху и в середине. Это будет действительно луковый хлеб, а не луковый рулет. Так. Вымешиваем. Видите, муки у нас еще осталось много. Так. Чуть-чуть еще присыпем. Тесто должно быть на хлеб не таким мягким, как на вареники, например. То есть оно должно быть средней консистенции. Хорошенечко вымешиваем. Так. Еще муки добавляем. Можно сюда добавить еще. Я добавила к луку чуть-чуть мьянчика. Вы можете добавить сюда нарезанные оливки. Вы можете петрушку. Вы можете сыра, кусочки нарезать. Все, что вам нравится, вы можете делать. Так. Вот смотрите, видите, какое тесто. Теперь я его отправляю в миску. Сюда. Вот так. Прикрываю салфеточкой бумажной. И оставляю минут на 30 в теплом месте, чтобы тесто подошло. Потому что мы готовили безопарно. Поэтому пару раз пусть тесто у нас подойдет. Все. Тесто в теплое место. Сейчас немножко уберу. И смотрите, что я сделала. Я взяла 120 граммов миндаля. Я купила. Залила кипятком. И сейчас очищу от кожицы. Все-таки мне хочется показать вам, как делаются макароны. Они у меня, я делала их с Сашей 2 или 3 раза. Они получались, конечно, не идеальные. Но хочется все-таки достичь идеальности. И мы это будем делать вместе с вами. Но сегодня я должна очистить миндаль. Просушить его в духовке. Температура где-то градусов 60 час. А может даже 2 я высушу миндаль. И потом сделаю из этого миндаля миндальную муку. А завтра мы уже с вами будем делать макароны. Сейчас я буду очищать миндаль от кожицы. Вот я беру. Можно ножичком. Но этот орех, мне кажется, вот как-то я уже чистила не один раз. То отлично очистился этот. Или они его в кожуре немножко обжарили. Или я не знаю. Это я покупала в сельпо. То очень тяжело чего-то он очищается. Кипяточку. Ай. Кипяточком я его обдала. Но чистится он очень плохо. Вот так поддеваешь и ничего. Кожица снимается. Видите. Вот мы должны снять эту кожицу. Некоторые перебивают прямо с этой кожей. Но я нет. Я сейчас его вот так вот очищу весь. Он будет беленький, чистенький. И потом на протвенек. Духовку я уже включила на 100 градусов. Пусть разогревается. И в духовке пару часов мы его просушим. Чтобы получилась у нас качественная миндальная мука. Я даже может немножечко добавлю еще. У меня есть там чуть-чуть фундука лесного ореха. То может вместе сделаю муку из смеси миндального и лесного. Можно делать такую муку. В некоторых городах больших продается миндальная мука. Но у нас этого нету. Поэтому приходится изощряться и делать муку самостоятельно. Но ничего страшного. Потихонечку никто в шею не гонит. Заготовочку муки сделаю. А завтра мы сделаем с вами эти макароны. Дай бог у нас все получится. Все. Вы поняли, да? Как его очищать? То есть вот эту вот коричневую плюночку мы должны очистить. Все. Я занимаюсь, чищу дальше. Я вот почистила орехи. Видите, какая жмыха какие остались. Поэтому если перебивать муку с этими жмыхами, это получится мука у вас и с кожицей. И она будет утяжеляться. Поэтому не надо. Так. Теперь я беру сейчас противень. Такой посвободней. Можно пергаментом заслать его. Можно не застилать. Давайте застелим. Напомню, что мы готовим с вами ингредиенты для того, чтобы получить миндальную муку. Так. Высыпаю салфетки на противень. Так. Мне нужно будет 150 граммов миндальной муки. Но я его тут очистила. У меня отходы получились. Поэтому я возьму сейчас у меня вот есть фундук. Я его добавлю сюда. Фундук, когда обжарится, он сам очистится. Добавлю сюда чуть-чуть фундука. Так, чтобы у нас было 150 граммов в общей массе. Так, все. И отправляю в духовку. Духовка 100 градусов на 2 часа. Пусть орехи наши там полностью просушиваются. Все. Ну что, возвращаемся к нашему тесту. Что же у нас тут происходит с тестом? Открываем. Ой, смотрите, какое у нас стало. Видите, как оно подросло. То есть, ну и лучком так пахнет хорошо. Все правильно мы сделали. Теперь я беру, подпыляю стол мукой и выкладываю. Смотрите, такое живое тесто. Видите? Выкладываю тесто на стол. Сейчас я его перемешиваю. То есть, сейчас я взбиваю. То, что подошло, я должна обвить эту всхожесть. У нас получится два таких мини-батончика. Мини-луковый хлебушка. Так. Теперь беру ножик и делю это тесто на 2 части. Так, на 2 части. Видите, какое у нас рыхлое тесто на срезе. Так, еще муки. Теперь вмешиваем. Все. Вовнутрь. Делаем вот такие вот батончики. Вот этот шум мы сюда вниз его так заправляем. И он там внизу будет, он закроется. Его не видно будет. Так. Чуть-чуть побольше подтянем его. Так. Так. И теперь смотрите. Острым ножом делаем надрезы. Так. Раз. Два. И три. Вот таких три надреза. И на рот. Вы можете сделать один большой. Но я заместила тесто немного на два таких вот батончика. Потому что такой хлеб, он просто улетает. И никакие диеты, никакие там, знаете, похудения не действуют. Просто не успеваешь открыть ротик. Опа. А где делся батончик? А нет уже батончика. Он уже все. Его уже съели. Поэтому. Вот такой вот батончик. Подбиваете его. Понятно. И натрезаете. Можно лизерем это делать. Потому что вот у меня ножик не очень острый. Так. Вот надрезали. Получилось вот таких вот два у вас батона. Они откроются. Так. Они чуть побольше, али поменьше. Так. И теперь накрываем салфеткой. И пусть они минут 15 подойдут. Яйцом сейчас не мажем. Пусть подойдут чуть-чуть. Сейчас нужно добавить температуру в духовке. Поэтому я вытащу сейчас орешки. Пусть они немножко погуляют. Смотрите. Я делала температуру 180 градусов. Смотрите. Видите, как потрескался фундук? То есть он легко. Смотрите. Легко. Прямо вообще. Без проблем. Очищается. Поэтому пусть орехи немножко постоят у нас здесь. Здесь не сыро. А я разогрею духовку для выпекания наших батонов. Пока у нас хлебушек наш подходит, я взяла, смотрите, один желточек отделила. Нужно целиком яйцо. Чуть-чуть сольки немножко взобью. Это для того, чтобы верх булочки был у нас красивеньким. Все-таки мы его смажем взбитым желточком. Так. Беру кисточку. Маленькую. Где? Маленькая кисточка. Вот она так. Что же у нас здесь с нашими батонами? Давайте посмотрим. Открываем. О, смотрите, как они прямо уже, видите, лопнули шикарно. То есть они хорошенечко у нас всходят. И теперь я наношу яйцо. Можно разрезать уже после того, когда уже булочки немножко подошли. Но я, как обычно, разрезаю до того, что открывается и получается такой красивый. Все, смазали. То есть сложного вообще ничего нет. Но эти булочки будут настолько вкусны, вы не представляете, что никакие вот эти вот магазины, которые сейчас такие дорогие, а все равно там добавляют улучшители муки, добавляют целую кучу всяких ешек, чтобы хлеб сохранялся, не сравняться с вкусом этих вот таких вот луковых батончиков. Так. Все. Видите, как раз хорошенечко так хорошо смазали. Так. Теперь я духовку делаю 180 градусов. И отправляю 20-25 минут. Будем смотреть, как себя поведет тесто. Так. Отправляем. Обдув оставляем включенным. Все. Ждем. Посмотрим. А то я хватаю за 20 дел, чтобы у нас тут не сгорело. Смотрите, какие красивые хлебушки получились. Так. Пробуем сейчас зубочисткой. Все сухенько. Вынимаем. Можно было даже чуть-чуть раньше. Ох, какие два батончика. Смотрите, какие получились красавцы. Так. И сейчас мы их накроем салфеточкой. Пусть они немножечко остынут. Надо было чуть-чуть раньше достать. Видите, какой высокий хлебушек получился. Все. Пусть так хлебушек постоит минут 10. Ну что, время прошло. Открываем. Так. И смотрите, если была такая курочка, прямо они были такие очень, как, ну, не черствые, а просто зажаристые, то от того, что они полежали под полотенечком, они стали, видите, какие мягенькие. Так. Сейчас я отделю их от пергамента. Вот этот пергамент дешевый. Мне не нравится. Видишь, не очень хорошо отделяется. Надо было смазать. Вот нужно покупать пергамент, чтобы он был такой, знаете, оклощенный. Вот этот вот простой, он дешевый, но он хватает. Нужно мазать растительным маслом. И не страшно. Так. Смотрите, какая красота. Так. И сейчас второй отделяем. Вот, этот легче отделяется. Смотрите. То есть, если у вас такая пергаментная бумага, как у меня, то просто-напросто еще растительным маслом покройте. Все. Еле тепленький наш хлебушек. Давайте сейчас отрежем кусочек. Ну и посмотрим, что же у нас получилось. Смотрите, какой хлеб. Смотрите. Красавец, правда? Так пахнет хорошо. Первый делус. Так, Сашенька, напробуй. Сашенька, напробуй. Ты его обжарила? Сейчас Саша попробует искать. Да, лук я обжаривала немножко. Я рассказывала. Видите? Ну и еще тепленький, конечно, хлебушек. Но шикарный хлеб. Мягенький. Вот таких два хлебушки. Они тяжелые, такие где-то граммов по 300 получились. Такие два хлебушка у нас получилось. Видите, как все прекрасно и просто. Вкусный хлеб? Вкусный хлеб. Чувствуется лук? Да, сладенький вкусный. Сладенький, да? Да. То есть, видите, Саша сказала, что это вкусно. Поэтому вы можете готовить и получать удовольствие от того, что приготовили сами хлеб. Я использовала молоко и воду в равных пропорциях. Вы можете использовать сыворотку. Даже подойдет отвар из картоши. Когда вы варите картошку, вот я вам говорила, помните, оставили в холодильнике и не пропадет. И хлебушек будет готов. Ну что, все на сегодня мы с вами сделали, выполнили план. Приготовили вкусный луковый хлеб. Приятного аппетита. Смотрите видео. Ну, оценивайте. И ждите следующего. Завтра мы приготовим с вами очень интересное блюдо. Макароны я помню. Ну, может завтра, может послезавтра. Но следующее блюдо, это все-таки тыквам не дает покоя, потому что она немножко подмерзла. Я вам уже рассказывала, ее нужно переработать. Поэтому я хочу приготовить, что-то такое придумать, наворотить тыквину мясное какое-то блюдо. Поэтому все, я вас люблю. Пока. Смотрите мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok